Здравствуйте! Сделал для дома ночной светильник, конструкцию которого увидел на одном из столярных каналов. Моя конструкция отличается от оригинала наличием светодиодной ленты вместо лампы Эдисона. Ссылка на светильник с лампой Эдисона в описании к этому ролику. Вместо сплошного бруса я использовал сосновую доску толщиной 25 миллиметров, которую нарезал в размер электролобзиком и отторцевал на циркулярной пиле. На той же циркулярке распустил широкую доску до размера 110 миллиметров для того, чтобы ее можно было обработать на фуганке. В дальнейшем я планирую сделать из моего электрорубанка встроенный в стол фуговальный станок, а пока стругаю таким образом. Вывел на фуганке две базовые плоскости для последующей обработки в рейсмусе. Для того, чтобы на строгаемых заготовках не образовалась ступенька, пропускаю доски впритык одна за другой или внахлёст рядом, снимая по одному миллиметру за проход. После того, как напил из досок ровные прямоугольники, просверлил несквозные отверстия по углам для соединения на шканты. Для этого сделал простую приладу с одним прямым углом. Стянул заготовки струбциной и отшлифовал все четыре стороны шлифмашиной. Затем коронкой просверлил центральное отверстие для лампы на всех деталях светильника. Из трех деталей склеил основание светильника. В него будет вставляться самодельная лампа из светодиодной ленты. Кое-где детали склеились неровно и мне пришлось немного поработать напильником. Для изготовления светодиодной лампы я закруглил края деревянного бруса с помощью карнизной фрезы, а затем довел до круглого сечения наждачной бумагой. Переевым сверлом на 20 сделал посадочное отверстие для лампы и еще одно для фиксации электрического шнура. Процесс склейки изделия и покрытие его маслом я решил не снимать. Все и так достаточно понятно и не требует комментариев. Лампу я сделал, намотав светодиодную ленту на круглую палочку и закрепив сапожными гвоздиками. Затем припаял электрический провод и собрал светильник. Вот такой ночник у меня получился. Надеюсь, видео вам понравилось. Спасибо всем и до новых встреч!